Всем привет! Вы на канале Slavik65 и с вами я, Клима Вячеслав. Сегодня у нас видео на мотоциклетную тематику и сегодня я хочу вам рассказать, что я сделал, какие усовершенствования я сделал в мотоцикле после приобретения его салона. Мотоцикл я купил новый и весь февраль 2023 года практически я занимался тем, что усовершенствовал мотоцикл и ставил на него те приспособления, которые я посчитал нужным в разрезе мотопутешествий и мотокеппинга. Ребята, сразу хочу сказать, что вы можете что-то добавить, кому-то мои усовершенствования покажутся ненужными, кому-то лишними. Кто-то скажет, что недостаточно. Пожалуйста, в комментариях вы можете написать, что бы вы еще сделали, либо что я сделал не так. И таким образом, коллективным мнением, мы сделаем какое-то полезное, доброе дело для тех людей, которые покупают новую Yamaha UBR 125. Я уже, видите, собираюсь неделю в поездку. У нас в Киеве идут сплошные дожди. Уже девятый день практически. И прогноз еще на пять дней абсолютно дождливый. Вот, поэтому выехать я не могу. Ну, потому что можно, конечно, ради хайпа. Ну, если честно, у меня хорошего дождевика нет. Такого нормального мотоциклетного. Я только собираюсь его купить. Ну, и съемки в сильный дождь. Да, они, конечно, будут. Но пока я решил немножко подождать. Благо, есть чем заниматься. И это очень интересная тема. Потом расскажу. У меня на канале появится раздел, который будет посвящен рыбалке. Я очень активно изучаю эту тему. Но об этом потом. Что мне не хватало в тех видео, которые я пересмотрел, когда вот купил новый Юбрик. И я начал думать, что же мне нужно сделать. Мне пришлось пересмотреть около 15 видео, прежде чем я какой-то для себя составил списочек. Что же я хочу для себя сделать в моем мотоцикле, чтобы мне было путешествовать комфортно и приятно. И я решил в одном месте, то есть в своем видео, вот эти все усовершенствования собрать. Давайте посмотрим. Багажная система, дуги. Вот это все вы уже видели. У меня на канале есть три видео, которые посвящены вот этому всему. Пожалуйста, кто хочет, отдельно смотрите. Брызговик. Вот брызговик. Сделан он из материала, который я нашел на мусорке своего гаражного кооператива. Это материал не что иное, как выкинутый кем-то пластик от защиты арки автомобиля. Это очень оказался удобный материал для этого. Вы видите, он одновременно и гнется, и одновременно и жесткий. Резина тут становится автомобильной очень плохо. Этот брызговик защищает мотоцикл, переднюю часть, от попадания грязи. Видите, грязи тут совсем мало, а я ездил и по лужам, и в дождь ехал. То есть реально он выполняет свою работу. Посадил я его на два болта М6, точнее даже на три болта М6, и сзади обычные гайки. То есть в любой момент, даже если мне потребуется его снять, и они вдруг сильно заржавеют, то я срежу их болгаркой и спокойно за секунду поменяю. Вот так. Следующее, что я сделал, это резиновые гофры защиты сальников. Я настоятельно рекомендую это делать. Это защита гофров с Алиэкспресса. Вот эти вот зажимы шли в комплекте. Обязательно я рекомендую поставить эти резинки, потому что сальники, вилки, это болячка юбрика. И если вы не поставите, то очень в интернете частое мнение, что они начинают течь через 25-30 тысяч километров. У кого как. Ну и когда будете выбирать, смотрите, что в комплекте были вот эти зажимы. И когда будете их ставить, с задней стороны, с задней стороны есть отверстия. Вот они. Раз отверстия, два отверстия. Это вентиляционные отверстия сальников. И нужно ставить их так, чтобы они были сзади. Что еще хочу сказать. Я заранее хочу извиниться за то, что ссылок не будет. Почему? Я объясняю. Дело в том, что этих магазинов всяких в Алиэкспрессе, ну вы сами знаете, миллион, маленькая тележка. Я оставляю ссылки, через какое-то время этот магазин уже этот товар не продает. Мне начинают спрашивать, ой, ссылка не работает. Мне нужно лезть в это старое, допустим, какое-то видео, это удалять. Ну, если честно, я не хочу этого делать. По внешнему виду, по внешнему виду, вы прекрасно. Сейчас все грамотное. Google все знает. Вы прекрасно можете сами найти вот эти вот, как бы, весь товар, который я буду говорить, и тоже купить. Так что прошу меня понять правильно. Ребят, прежде чем мы продолжим, я хочу сказать, что я благодарен всем, кто поддерживает мой канал. И прошу вас, по мере возможности, стать моим спонсором. Это спонсором канала, это абсолютно недорого. Это не потребует от вас каких-то титанических усилий. Там градации 35 гривен, 100 гривен, 300 гривен. То есть даже по минимуму я буду вам глубоко благодарен за то, что вы мне помогаете снимать мои видео. Либо я прошу вас помочь мне сделать разовое пожертвование, разовый донат. Это можно сделать как прямым перечислением на карту привата. Ссылка в описании будет и в первом комментарии. Так и вы можете угостить меня чашкой кофе. Ну, либо, как бы, купить литр бенза. Я вам скажу огромное спасибо. Вот такой я поставил тоже с Алиэкспресса. Это держатель камеры. Очень удобный. Крепится на винтах. Вот на таких. И в комплекте идут две дужки. Одна чуть-чуть поменьше она у меня стоит. Одна чуть-чуть побольше. Но все равно мне пришлось подматывать изоленту. Шарнир себя показал очень хорошо. Я доволен. Если вы не снимаете, то можно его наклонить, зажать. Чтобы поток воздуха не обдувал. Ну, в общем, рекомендую вот такого вида купить. Тут есть прокладочка. Ну, короче говоря, все как надо. Следующее, что я сделал, это я купил вот такой держатель телефона. Я его еще ни разу не использовал. Тоже мне все нравится. Тоже он на шарнире. И фишка в том, я сейчас покажу, что тут есть USB разъем. То есть у меня это подсоединенок к сети мотоцикла. И товарищ мне подсоединил. И, соответственно, разъем типа водозащищенный. Да, видите, такая резиновая заглушка есть. И, соответственно, я могу во время движения ехать и заряжать какой-то свой мобильный телефон. Вот. Следующее, что я купил, это вот этот копеечные часы. Они работают. Качество у них так себе, но работают они исправно. Вот. Надо будет, кстати, перевести. Тут еще по старому времени написано время. Я люблю, когда ехать, чтобы у меня перед глазами были часы. Поэтому я вот купил такие. Что-то они в районе трех долларов стоят. Так. Обойдем с другой стороны. Следующее, что я сделал, это поставил вот такой вольтметр. Сейчас отключу зажигание. Они с разных цветов. У меня синий. Честно, не информативный абсолютно. Вот он показывает напряжение бортовой сети. Вот. Сейчас я бы взял зеленый, скорее всего. Или красный. Но, тем не менее, сделано, что сделано. Соответственно, очень удобно. Я могу в любой момент видеть, идет ли зарядка. Я крайне рекомендую это сделать. По морде. Да. Вот. Очень нужный и очень важный девайс. Точнее, не девайс, а улучшение. Это ветровое стекло. Два раза я ездил без ветрового стекла. И, народ, хочу вам сказать, что так и да. Стекло решает. И ставить его надо. Это стекло тоже с Алиэкспресса. Самое недорогое. Вот. Толщина его, по-моему, 3 миллиметра, кажется. Да, 3 миллиметра. Что шло в комплекте? Что шло в комплекте? Вот этот крепеж боковой, который я сейчас показываю. Вот он. Он шел в комплекте. С гайками, со всеми делами. Попробую сейчас вам поближе показать, чтобы вы видели. Вот этот же крепеж посередине я сделал просто из металлического прута, на котором нарезана резьба. Ну и, соответственно, просверил отверстие. И диаметр 6 миллиметров этого прута. И таким образом, таким образом, я дал дополнительную устойчивость. Все-таки мне показалось мало вот этих двух. Хотя, может, было достаточно. Но это, как бы, ничего не стоит. У меня эти пруты были. И, соответственно, я дал еще одну точку опоры для стекла. Что меня немножко смущает, я еще не ездил с этим стеклом. Меня пока немножко смущает, что ветер будет бить вот сюда. И проходить таким образом, как бы, все-таки меня доставать. Но это можно узнать только после того, как один раз проедешь. Даже если это случится, я сошью сюда из черной ткани. Или там закажу в ателье, чтобы все красиво было. Сюда сделаю липучку. Сюда, то есть, и на липучке это закрою. То есть, это вообще не есть проблема. Ну, мне кажется, изначально должно быть все хорошо. Что по ветровому стеклу? Когда вы его будете устанавливать, его нужно устанавливать так, чтобы его угол атаки, угол наклона, был примерно равен углу наклона вашей вилки. У меня, если сейчас видно, стекло немножко наклонено сюда. Я это сделал специально. Чуть-чуть буквально, незаметно практически, но наклон есть. Я это сделал специально, чтобы все-таки немножко уменьшить лобовое сопротивление. Ну, если даже мне будет в шлем бить поток ветра, то в любой момент я могу открутить здесь винт. Здесь это все тоже имеет степень свободы. И немножко его вот так поднять. Так, ну что, давайте перейдем к средней части мотоцикла. Вот вы видите дополнительные фары. Ну, скажем так, ребята, вот эти фары я вам покупать настоятельно не рекомендую. Мне пришлось их немножко переделывать, потому что, если вы сейчас видите, то крепление немножко сейчас торчит в бок, а фара прямо. Это сделано специально, потому что дуга не прямая. Мне пришлось подпиливать. Вот. Ну, и вот этот вот защита, она, ну, честно, как бы условная. И самое главное, самое главное, что я как бы купил, ну, если честно, невнимательно посмотрел, да? Давайте вот включим. То совершенно дурацкая система включения, то есть она идет циклическо-круговая. Один раз включили, вон, видите, появилось световое пятно сейчас. Вот. Я сейчас отойду. Вот так горят фары. Если вам надо обозначиться, то, ну, просто супер такой, знаете, на кадре немножко, по-моему, голубоватый свет, но так он белый. То есть одинарное включение, это типа сильный свет. Если вы перещелкните, то это типа слабый свет. А если вы еще раз перещелкните, то пошел сробоскоп, видите, мигает. Честно вам скажу, что я уже менять ничего не буду. Извините, пожалуйста, потому что покупать еще там по тысячу гривен какие-то другие фары я не хочу. Но когда я это увидел, ну, ругался долго. Плюс никакой встроенной водозащиты в кнопку нет сверху. Я буду еще ее делать. Но уже что ей было, то было. Поэтому я поставил эти и уже буду ездить с этими. В принципе, они свет дополнительный дают. Вот функцию обозначения раз и функцию дополнительного света они как-то выполняют. Но сейчас бы, конечно, я взял что-то явно поярче. С левой стороны мотоцикла по ходу движения вот ручка, точнее, не ручка, а педаль переключения, лапка переключения передач. Что я почитал? Сейчас попытаюсь вам показать. Надеюсь, это будет видно. Да. Вот я вижу. Вот, видите, там торчит кусок поролона. Вот это нужно сделать обязательно. И почему это нужно сделать? Там, за этим куском поролона. Этот кусочек поролона ничто иное, как обычная маленькая губка для мойки. Вот, которая разрезана. Сделан на разрез. Я не снимал эту лапку. Просто сделал разрез. Вырезал кружок чуть-чуть больше по диаметру. В середине сделал отверстие и просто насадил ее на ось. Таким образом, у меня на сальник лапки переключения передач не попадает посторонняя гласть и не попадает в вода. Есть еще один немаловажный момент. У людей, которые моют мотоцикл на мойках, уже были случаи, что керхером или другой моечной системой под давлением этот сальник деформировался, ну и люди попадали на замену сальника. Тоже неприятно. Поэтому лучше поставить вот такую защиту, чтобы всякая грязь снаружи на этот сальник не попадала. Это ничего не стоит. А польза от этого, как говорится, вагон и маленькая тележка. Следующим усовершенствованием, которое я сделал, это вот боковая лапка. Смотрите, я наварил сюда обычный кусок металла. Четверку, по-моему, я сейчас уже не помню. Да, кажется, четверку. Потому что родная лапка, вот я сейчас пальцем показываю, ее площадь очень маленькая. И мотоцикл постоянно проваливается. Поэтому, вот, мне, точнее, наварили, я сейчас покажу, что у меня нету сварки. У меня только обычная сварка. Я попросил, мне сосед наварил вот такой вот набалдашничек. И в результате мотоцикл у меня остановится практически на любом песке и на любой поверхности. Это никак не мешает движению. Это никак не мешает ни цепи. Вот, смотрите, цепь сейчас достаточно далеко. Вот. Но это очень сильно упрощает вашу жизнь где-то в лесу. Потому что одновременно искать какую-то шишку, там, пивную банку, чтобы подложить, еще смотреть, чтобы она не промялась, но меня достало. То есть, решение вопроса очень даже, я считаю, копеечное и удачное. Сверху бака я наклеил наклейки, ну, чтобы бак не царапался. И сбоку я тоже сделал вот такие наклейки Ямаха с одной стороны и с другой стороны. Покупал я это в Киеве. Сделано это с двумя целью, чтобы не очень прижиматься ногами к холодному баку. Ну, и чтобы не царапался бак. Вот. Так что свою функцию вот эти наклейки я считаю выполняют. Идем дальше к корме мотоцикла. Следующее, что я сделал, это вот такой дополнительный свет. Настоятельно рекомендую это сделать. Этот дополнительный свет, он куплен на авторынке. Они есть разной длины. Есть длиннее, есть короче. Ребят, вот я показываю вам упаковку и специально ее сохранил. Ага, 24 сантиметра. Видите, видно. Они есть разные, есть длиннее, есть короче. Нужен именно такой, потому что он хорошо подходит под большой номер. Куплен этот дополнительный светодиод на самом обычном авторынке. Я его покупал в Киеве на авторынке на Лэпсе у нас на правом берегу. Такой же примерно точно у меня был на старом мотоцикле и я полностью доволен его работой. Давайте посмотрим, как он работает. Вот, видите, нажимаю тормоз и загорается светодиод. Это, я считаю, нужно делать обязательно. Это ваша безопасность. Вот. Все-таки обозначиться надо. И что мне нравится, во-первых, эти светодиоды водозащищены. Я еще дополнительно прошелся маленьким-маленьким слоем силикона по всей длине. То есть они находятся в пластике и даже если вдруг они перегорят, то просто идешь, покупаешь на авторынок их валом любой и за три секунды меняется. В комплекте идут клейкая лента типа скотча двустороннего. Ну, я все-таки решил не рисковать и кроме скотча продублировал крепление маленькими винтиками. То есть этот дополнительный стоп у меня посажен жестко. Кроме того, я сделал из того же материала, что и передний брызговик. Я сделал задний брызговик, чтобы грязь просто не летела назад. Функцию он тоже выполняет достаточно неплохо, не мешает. Точно так же на два болта М6 он посажен. Ну, я считаю, что свою функцию он выполняет. Еще, еще, ребят, я забыл вам показать, что я сделал. Это середина мотоцикла. Вот. Это брызговик, который защищает маятник мотоцикла от грязи. Вот, видите, это с последней поездки остался. Если бы не было этого брызговика, то вот там все бы было в кусках грязи. Сделан он из материала типа что-то линолеума, но, или ковролина, но он больше резиновый, чем ворсисты. Вот с этой стороны вы видите ворс, то есть он не гниет. И что мне нравится, он гибкий, то есть при работе маятника туда-сюда, вверх-вниз, он достает вот в таком, видите, положение почти до конца, вот, а на работы маятника он сгибается и не мешает работы маятника. Тоже те же болты М6, два болта с той стороны, вот сейчас я показываю, и спокойненько все работает. Тоже считаю, что нужно достаточно вещь. Вот в принципе и все, что я сделал в мотоцикле, именно в самом мотоцикле, для того, чтобы мои путешествия были более комфортные, более удобные. Единственное, над чем я еще думаю, это над прикуривателем. Я не определился, я не курю, то есть по прямому предназначению прикуриватель мне не нужен, как система подсоединения к чему-то. Да, у меня есть одна очень интересная штука, это насос мотоциклетный, который изначально работает от прикуривателя. Но я еще не решил, но я на этом отдельном остановлюсь в отдельном видео, я еще не решил, как я буду его подсоединять. В любом случае, прикуриватель поставить, в морду его ставить не буду, я его буду ставить сбоку мотоцикла, но в принципе я не очень хочу этого делать, потому что любое дополнительное какое-то приспособление, которое выводит электрику наружу и закрывается какой-то резиновой заглушкой, оно увеличивает шанс проникновения воды в мотоцикл, поэтому я еще колеблюсь и буду думать стоит ли это делать. Ну что ж, мои дорогие зрители, спасибо, что вы были со мной, это все, что я сделал касаемо непосредственно самого мотоцикла, у меня есть еще несколько усовершенствований, которые касаются багажной системы и перевозки воды, но об этом уже будет в следующем видео. Спасибо, что были со мной, всего вам самого-самого хорошего.